Долгожданная новинка. Что покажут и где смотреть презентацию Apple. Летняя конференция WWDC Apple стартует 5 июня с презентации новых продуктов техногиганта. Одним из них может стать гарнитура дополненной реальности, амбициозный проект, над которым компания работала несколько лет. Подробнее о презентации и новинках Apple в материале РБК Украина, когда смотреть презентацию. С 5 по 9 июня Apple проведет ежегодную конференцию разработчиков WWDC, World Wide Developers Conference. В первый день мероприятия представители компании выступят с обзором обновлений, которые запустят в этом году. Трансляция презентации начнется 5 июня в 20 часов по Киеву. Смотреть онлайн можно будет на сайте Apple и в YouTube. Хотя на летней презентации пользователи еще не увидят iPhone 15 и Apple Watch 9 серии. Их представят в сентябре 2023. Инсайдеры анонсируют несколько важных новинок. Реалити про, гарнитура смешанной реальности. Длительное время Apple работала над гарнитурой, которая будет использовать как виртуальную, так и дополненную реальность. Контент накладывается на изображение реального мира. Это первый абсолютно новый продукт компании с 2015 года, когда были презентованы Apple Watch. Несколько раз запуск новинки переносили, но смену логотипа на веб-сайте WWDC, значок трансформируется из 2D в 3D, многие восприняли как намек, что презентация состоится на этой летней конференции. Ожидается, что гаджет под названием Реалити про внешне будет похож на лыжные очки. Управлять устройством можно будет с помощью рук, движений глаз и команд Siri. По информации обозревателя Bloomberg, в гарнитуре есть несколько внешних камер, способных анализировать движения рук пользователя. Внутри корпуса установлены датчики для считывания данных с глаз. Это позволит управлять устройством просто глядя на элемент на экране, выбирать кнопки, значки, пункты списка движением глаз. Для активации задачи нужно будет свести большой и указательный пальцы. Особенностью очков станет «сквозной режим», с возможностью переключения между виртуальной реальностью, VR, и дополненной реальностью, AR. В режиме VR пользователь полностью погружается в виртуальное пространство, а при включенном AR цифровой контент может становиться прозрачным. Также ожидается, что в гарнитуре Apple будут доступны приложения для игр, фитнеса и медитации. Устройство будет совместимо с приложениями iOS, Messages, FastTime, Safari. В FastTime гарнитура будет отображать тело и лицо пользователя в виртуальной реальности, чтобы создать эффект присутствия, в одной комнате, по данным инсайдеров, стоимость Reality Pro может достигать 3000 долларов, что выше цены подобных гарнитур других компаний, iOS 17. Какие новые функции будут в iPhone, iPad и Apple Watch? Во время конференции разработчиков будут представлены новые возможности обновленной мобильной операционной системы. Несколько приложений получат новые функции и станут более удобными для пользователей. Режим умного дисплея для iPhone будет активироваться при блокировке устройства и переводе его в горизонтальное положение с отображением уведомлений, календаря, погоды, дневник, позволит вести журнал активности, настроения и эмоций. Будет интегрирован со службами определения местоположения на iPhone. Обновление приложения «Здоровье» дополнится параметрами для регистрации настроения и решения проблем со зрением. Впервые приложения появятся также на iPad. В Apple Watch будут обновлены все основные приложения, появится новый интерфейс виджетов. В iOS 17, twitter.com касая черта Apple Hub, закрывающая круглая скобка, также анонсированы обновления для приложений у OLED, SharePlay. Функция AirPlay сделает проще передачу контента на телевизоры и колонки. Кроме того, в iOS 17 может появиться интерфейс с более крупными элементами управления и функцией искусственного интеллекта для воспроизведения голоса. Ожидается, что с выходом iOS 17 владельцы iPhone смогут устанавливать приложения из сторонних источников, но это будет разрешено только пользователям из Европы после принятия в ЕС закона о цифровых услугах, обновленный MacBook. На презентации Apple сегодня может быть представлен MacBook Air с самым большим дисплеем 15 дюймов, экран текущей версии MacBook составляет 13,6 дюймов. Ранее пользователям, которые хотели большую диагональ, был доступен только более дорогой MacBook Pro. Анонсировано и увеличение автономности работы устройства благодаря более мощной батарее, новое поколение Mac. Компьютер Mac Pro также может получить обновление. Оно будет касаться увеличения производительности благодаря использованию чипов M2 Ultra. Чип будет включать 24 процессорных ядра, 16 высокопроизводительных и 8 эффективных идер, и предлагать до 76 графических идер. Компания также планирует варианты с 64 гигабайтов, 128 гигабайтов и 192 гигабайта оперативной памяти. Данный чип будет использован и в обновленной линейке Mac Studio в новых конфигурациях M2 Max и M2 Ultra. Напомним, чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT получил официальное приложение. Им могут воспользоваться владельцы гаджетов на платформе iOS. Ранее стало известно, как может выглядеть новый iPhone 15. Apple презентует гаджет в сентябре 2023 года.